Компания Canonical показала первую полноценную, более-менее полноценную версию своего Ubuntu Phone, Ubuntu OS. Напомню, в прошлом году здесь же, в Барселоне, она работала с запуском через виртуальную машину на Android. Называлась Ubuntu Phone Android. Сейчас она на 100 версии, представлена на Nexus 4 и таблетка Nexus 10 на двух устройствах. Работает очень быстро, я только еще немножко поюзал ее, не могу сказать, что это фантастическое устройство. Кто не в курсе, напомню, Ubuntu OS это такая гиковская среда, которая очень любима многими, открытая open source платформа. И Ubuntu на мобильном телефоне имеет шансы выглядеть гораздо ближе на мобильном телефоне и на десктопе, чем остальные платформы. Работает она точно так же, как платформа нового поколения Windows Phone и BlackBerry 10 управляется от краев экрана. Нету единой кнопки, нету кнопки доступа, то есть полусвайп вытаскивает популярные приложения, в которых можно перемещаться. Очень просто, очень удобно. И кроме маленького полусвайпа есть большой свайп, который выводит весь рабочий экран. Вот так он выглядит, основной рабочий экран. Здесь в виде полукруглых таких закругленных прямоугольников запущенные приложения. Дальше идет блок самых используемых программ. И после этого установленные приложения, они все бьются на разделы. Ну, в общем, очень все быстро работает, перемещается моментально, в отличие от Firefox. Хотя, конечно, здесь совсем другая начинка. Это все-таки мощный Nexus. Вот эта вот кнопка, известная всем Ubuntu-водам, она выводит главный экран. И есть разбивка по контенту. Сейчас она работает. Вот сейчас я попал в раздел «Музыка». И вот тут все, как бы у меня ссылки на музыкальные альбомы. Дальше можно выбрать «Контакты». «Контакты» выбирайся, выбирайся. Ну, вот не все, я понимаю еще. Вот. В общем, такое движение нужно сделать на нижней части, да. Вот я сейчас переместился в раздел «Видео». То есть, главное меню сортируется и по программам, и по контенту. Только видеоролики. Это гораздо привычнее и удобнее, чем долгое переключение через плееры. Опять я ставлю палец сюда. Вот. Теперь раздел «Только приложения». Это раздел... Так, давай-давай. Только домашний экран. «Люди». Это хаб людей, в каждом, в которых можно коммуницировать и через Facebook, разумеется. Все это тут прикручено. Ну и последнее. Это у нас «Музыка до музыки». Мы уже были. Вот так это все работает. Есть свайп, разумеется, справа. Он выводит просто в различные запущенные приложения. В данном случае это событие. И все, больше отключений запущено. Планшет управляется точно теми же движениями, откроев экрана, но с одной интересной фишкой. Если у нас выбрано кол-меню, здесь можно звонить планшета, вот, то все движения с правым краем происходят именно в этом маленьком окошке. Это получается окошко планшета. Например, я здесь вот перебираю последнее приложение. Даже контекстное меню, системное, запускается только слева. А вот справа. А слева у нас остается запущенное приложение основное. Его можно убрать и работать дальше, как бы с обычным экраном. Можно достать и работать здесь. Очень интересная концепция. Свайп снизу смотрим. Он, видимо, выводит... Так, надо найти приложение, которое не требует интернета, которое... Ну, например, часы. И все запускается еще. Вот. Галерея. Галерея работает хорошо. У нее настроили. Свайп снизу выводит контекстное меню конкретного приложения. Все логично. А свайп сверху выводит общее меню настроек, что тоже мы все везде уже видели. А здесь он вывел... Не меню настроек. Меню настроек он выводит из главного экрана. Нет, это он выводит меню сетей. А, понятно. Тут наверху иконки. И надо попасть на каждую из них, чтобы вывела конкретная настройка по данному разделу. Это вот сети Wi-Fi. Это вот сейчас будет звук, да. Сейчас будет сообщение. Вот я попадаю в них. Собственно говоря, очень много было вопросов про главный экран. Главный экран, который выглядит вот так вот с этим кругом. Это графический элемент, такой визуальный, который показывает последнюю активность с телефоном. Но он еще не работает. Он с задачей более-менее ясна. Он показывает то, что случилось с тобой, пока ты не включал телефон. Не заходил в него какие сообщения получены. GPS какие-то точки. Фотографии получены, письма, смс. Но сейчас он не работает. Он просто вот так вот красиво смотрится и все. Напомню, программировать можно приложение, создавать на языках CC++, Qt, QML. Все стандартные, но в новой версии поддерживается HTML5. Соответственно, это новый главный тренд. Все современные новые платформы работают с HTML5. И в Ubuntu они тоже поддерживаются. Платформа очень быстрая, очень шустрая. В отличие от всех, очень интуитивная. И хотя она не допилена еще ни разу, мне он нравится гораздо больше того же Firefox и всех прочих новых платформ. How to get to block screen?